Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Продолжаем наши праздничные программы, но не забываем о тех проблемах, которые решаются, или, может быть, не решаются. Но депутаты над ними работают, потому что у нас сегодня программа «Депутатская». В студии у нас Юрий Владимирович Байдуков, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы. Говорить мы будем о многом, но прежде всего, как встретили Новый год, какие у вас традиции, может быть, семейные? Как всегда, Новый год мы встречаем дома со всей нашей большой семьей. Два моих сына, четыре внука. Значит, ну, снохи, соответственно, родственники по линии невесток. Семья большая. И в этот раз мы тоже встречали год вместе. Ну, встретили. Теперь, естественно, мы в какой-то степени должны чуть-чуть подвести итоги 2023 года, но и наметить будущее. Тем более, что у вас много проектов, ну, как, наверное, у любого депутата, потому что бюджет был утвержден, да, и теперь надо что-то уже реализуется, что-то будет реализоваться. Давайте частично вспомним, что было самым сложным и самым приятным в депутатской работе в прошлом году. Ну, самое приятное, безусловно, это в конце 2023 года мы, как бы, получили подарок и от губернатора, депутата, от наших депутатов областных и нашего главы, Владимира Михайловича Волка. Это парк «Лесная пушка». Это просто сказка на сегодняшний день. Я вот много раз говорил, что к организации парковой зоны приступали на моей памяти несколько раз. Заходили, что-то. Заходили, да. Значит, первый был Михаил Александрович Смирнов, царство небесное, глава. Он попытался сделать первую большую аллею, значит, осветил ее, ну, и на этом закончился, потому что средства были ограничены, значит, потом, естественно, перестроечный процесс, потом вошел, значит, туда Светоград Инвест тоже. Но они делали вот эту, как бы, основную аллею, исходя из своих коммерческих интересов. Они должны были сделать дорогу между Латкаринским шоссе и Октябрьским, для того, чтобы, ну, снизить себестоимость строительных работ доставки. Но, тем не менее, они сделали дорогу, они ее спланировали как надо, то есть сделали. Она практически была, ну, не то что в идеальном состоянии, но в очень достойном состоянии. К сожалению, руководитель этого предприятия умер, проект, соответственно, тоже некому было поднять. И вот эта третья попытка, она на сегодняшний день дала максимальный результат. Ну, конечно, без областных денег и без программы губернаторской парки Подмосковья вряд ли такой проект мы бы осилили самостоятельно. Может быть, даже и с силами района. То есть звезды сошлись? Звезды сошлись. Но вы о районе, знаете, ну, может быть, почти лучше, чем все, потому что вы же работали с 2001 по 2010, 2015 по 2017 главой Октябрьского, верно? Да. Вот. И не только на ваших глазах, но и вашими руками что-то делалось. То есть вы наверняка знаете о тех проектах, которые удалось реализовать. Вот вы сейчас прекрасно рассказали об истории парка «Лесная опушка», о котором, по-моему, все депутаты, которые были вот в финале ушедшего уже года, все никак не привыкнем, что уже в новом живем. Рассказывали об этом действительно как о какой-то жемчужине, то, что удалось добиться. Но помимо парка, что еще было в прошлом году? В прошлом году еще один такой серьезный проект – это строительство поликлиники на 500 посещений в смену. Уже земельный участок выделен, выполнена работа по проектированию частичному. Значит, сделан фундамент этого здания. Так сложились карты, что необходимо было провести изменения проектные и увеличить этажность здания в связи с тем, что планируют посещать эту поликлинику еще наши соседи из Новых Островцов. И Министерство строительства Московской области, и Министерство медицины, руководитель медицинского подразделения Московской области, приняли решение увеличить это здание. На сегодняшний день провели перепроектирование. И сейчас работы, так скажем, проектировочные практически закончены, техническое задание скорректировано, выполнен проект, и сейчас проходит экспертизу. Экспертизу должны были получить до Нового года. Значит, получили. И в этом году начинают строительство, дальнейшее освоение этого проекта. Приблизительно срок строительства займет от полутора до двух лет. Потому что такая глобальная... Это будет такая современная, да? Современная поликлиника по всем нормам и правилам, и требованиям на сегодняшний день медицины. Ну, как на картинках показывают. Ну, в принципе, да. Значит, жители на сегодняшний день могут даже подойти, посмотреть, что это из себя представляет. Ну, так скажем, в художественном исполнении. То есть там висит плакат, на котором отражена поликлиника. Могут даже заглянуть за ворота и посмотреть, что там все-таки не вот там просто бумажки какие-то навешали, а что реальная работа идет. И они, конечно, мы ждем очень, как жители. А сейчас как? Нехватка ощущается? Да, сейчас нехватка. У нас старая поликлиника построена, значит, в здании больницы еще бывшим владельцем нашей фабрики Октябрьской революции, значит, Шарыгином. Построена была больница в 2010... Ой, в 1910 году. В 1910 году. До сих пор она... Да, до сих пор она функционирует. Ну, правда, несколько раз проводили реконструкционные работы. Сейчас она, в принципе, в хорошем состоянии. Но это маленькое здание с небольшим там... Проходимость. Проходимость, конечно, то есть, ну, загруженность большая врачей. Им тяжело, значит, и все ждут появления, значит, или, так скажем, появление, это не очень подходящее слово, а реализации проекта. Реализация проекта. Проекта строительства новой нашей поликлиники. И это будет еще что-то хорошо, что она будет новая, большая поликлиника, и в нее будет, наверное, легче еще привлечь медиков, которые... Конечно, потому что там... С удовольствием придут. Да, там будет современное оборудование стоять, потому что не во всех на сегодняшний день поликлинических отделениях существует возможность размещения даже. Допустим, даже при наличии денег некоторые оборудования нельзя по техническим возможностям разместить там. А там все это дело как бы будет собрано в один такой медицинский крепкий кулак для того, чтобы укреплять здоровье наших жителей Берестского района и конкретно моего поселка Октябрьский. Ну, это здорово. Давайте еще вспомним, что еще в разработке. Что еще в разработке? В разработке еще у нас строительство школы. Так. Значит, земельный участок выделен уже. Идут предпроектные работы. Это в районе Красного Знамени. Если для жителей... Жители знают, где это. То есть это между лесным участком поселка Мирный и нашим как бы старым жилым фондом вот на поселке Красное Знамя. Так. Вот. Значит, там планируется строительство школы. Значит, изначально планировалось на 1400 мест. Затем проект был переработан на 2100 мест. Это норматив. Теперь уже, исходя из новых требований и правил, значит, техническое задание было выписано на строительство школы на 1390 учеников. То есть количество мест сократили, но для удобства учеников? Не только для удобства, а еще есть определенные нормативы. То есть, ну, не на любом земельном участке можно построить то, что ты хочешь. Есть нормативы, которые превышать нельзя. Либо плотность будет выше, либо само здание будет... Да, 9-этажную школу же не построят. Ну, конечно, да. То есть надо обязательно, чтобы был необходимый набор, значит, спортивных залов, культурных, так скажем, залов. Класс. Класс, территория, классы, плюс площадки вокруг школы, игровые и спортивные. И на все это дело есть определенные нормативы. Вот на сегодняшний день скорректирован проект на 1390 мест. А как депутат может поучаствовать в этом проекте? Именно депутат, именно с этой депутатом. Депутация депутатов может пока, значит, поучаствовать в этом проекте путем, так скажем, своей активной позиции в обращении в необходимые органы. Что и делали депутаты как местного совета, так и областные наши депутаты. Вот Игорь Валерьевич в курсе этой ситуации, как представитель комитета по строительству. Я так понимаю, вы отслеживаете еще? Конечно. Контроль. Да, мы отслеживаем, мы запрашиваем. Потому что наши жители спрашивают, когда же нам школу построят. У нас там, так сказать, в классах по 7 классов первых в школе, по 7, по 8 даже. То есть первых только. То есть, соответственно, требует этого неизмерительного решения. И вот эта работа, она идет уже много. Я так понимаю, исходя из того, как депутаты к нам приходили в прошлом году, что почти у каждого депутата есть рассказ про школу. Либо про реставрацию, либо про постройку школы. То есть это правда активное строительство? Или мы опаздываем? То есть население растет быстрее, чем школа? Нет, население растет быстрее. Но есть, знаете, как? Вот у нас есть генеральный план нашего поселения, который был разработан где-то лет, наверное, еще 5 назад. Значит, который предполагал максимальное количество населения, учитывая существующие и перспективные застройки, что, значит, максимальное количество жителей, которое может проживать на этой территории, будет где-то порядка 30 тысяч. Сейчас приблизительно 22. Вот реально мы можем ожидать, что еще где-то около 8 тысяч должно появиться. Исходя из этого, был выполнен генеральный план, где были предусмотрены те или иные объекты, исходя из нормативной численности. И перспективной нормативной численности. Значит, места определены, никому эти земельные участки переданы не были. И слава богу, администрация, и та, которая была после меня, и районная администрация, областная, как бы действует в строгом соответствии с генеральным планом, понимая, что, ну, это необходимость. То есть социальные объекты надо строить. Понятно. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что в гостях у нас Юрий Владимирович Байдуков, депутация, это депутата городского округа Люберцы. Все знают об Октябрьском. И долгие годы работал там главой поселка. И, естественно, поговорили мы, наверное, о том, пожалуй, поликлиника, да, сейчас самый такой главный проект. Самая главная школа и поликлиника. Школа и поликлиника уже в режиме реализации, да? А школа вот-вот-вот, вот-вот, она должна... Сейчас сделаем паузу и поговорим еще о тех проблемах, с которыми сталкивается депутат, о наказах, ну, еще о тех проектах, которые, возможно, мы не все обсудили, потому что у нас и стадион есть, да, еще много-много чего интересного. Так что дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях Юрий Владимирович Байдуков, депутат сета депутатов городского округа Люберцы. Ну, давайте продолжать. Еще что-то у нас осталось из 2023 года, то, что идет в 2024-е. Конечно, конечно, как бы планы-то большие. Вопрос их реализации, он всегда требует определенного времени и денег. А вот деньги надо откуда-то брать? Не надо откуда-то брать. Так скажем, поскольку бюджетное законодательство определило, откуда брать деньги, значит, на те или иные проекты, что на сегодняшний день основным, так скажем, финансовым мешком является областной бюджет. Областной бюджет и программы области по реализации тех или иных программ. Но они такие типовые программы. Типовые программы. Мы уже говорили о программах парки Подмосковья, развитие потом поликлинических медицинских учреждений, тоже программа московская областная, спорт, естественно. И вот стадион у нас, да? Да, у нас мы на протяжении многих лет проводили реконструкцию стадиона как из бюджетной деньги, так и за инвестционные, которыми грузили наших застройщиков. В результате получился неплохой объект. Но на сегодняшний день главное, что нам не хватает, это спорткомплекса крытого. То есть уже такого глобального. Да, хотя территория стадиона, она позволяет построить данный объект. Зимнюю версию, да? При проектировании стадиона мы предусмотрели все необходимое снабжение. Теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение. То есть подключиться можно. Да, мало того, даже и территориально мы зонировали саму территорию стадиона, где какие объекты мы можем построить. У нас все это дело подготовлено. И теперь фактически осталось дело за малым. Найти, допустим, финансы или войти в программу строительства спортивных сооружений областных и поставить туда какой-то модульный объект прямо на готовую территорию. Либо привлечь каких-то инвестиционных денег. Сейчас есть такие программы, когда инвесторы заходят. Сейчас хорошая программа есть. Каркасно-тентовый объект строят, устанавливают. У нас такой вариант вполне удовлетворит, потому что требуется на сегодняшний день для детей, которые могли бы заниматься в зимнее и осеннее время в этом крытом спорткомплексе. И взрослые могли бы, и у нас, так скажем, и наше поколение. Вот это старшее, которое на сегодняшний день, конечно, мы и нашли место, где заниматься, но оно маловато. А так будет возможность? А так будет заниматься. Причем нам не нужен большой очень. Нам нужен такой как бы вторичного применения, чтобы можно было на нашу площадку готовы его привязать, быстро построить и эксплуатировать. Так, что еще? Что еще? Ну, про школу я уже сказал, про стадион. Еще один детский сад. Планируется тоже как раз рядом со школой, которую убавили вот с 2100. А рядом будет садик? Там будет еще и детский садик. Но он пока еще в процессе таком зачаточном прорабатывается. Это на сегодняшний день, так скажем, проектное решение прорабатывается, чтобы можно было привязать. Хотя вот все объекты, которые я говорил, они на сегодняшний день готовы к застройке. Почему? Потому что все места, где их планировали построить или планировали построить, они были отражены в генеральном плане поселка. И все необходимые коммуникационные, так скажем, подведены. То есть, как вы говорите, зонированы. Зонированы. То есть, все. Вот и строй все есть, и электричество, тепло, вода, канализация, все готово. Вот место, площадка готова. Только деньги на это. А вот что-то сносится? Сносится. Тоже есть программа? Есть программа. Вот у нас недавно был снесен здание одно длинное такое, которое было построено в 1932 году. В 1932 году все расселено. Там порядка, наверное... Это жилой дом, да? Жилой дом рядом со школой 53. Его на сегодняшний день снесли. Изначально в генплане планировалось там построить тоже жилой дом. Но теперь, учитывая, что он все-таки в зоне застройки точечной, точечной застройки московской области на сегодняшний день под жестким-жестким контролем, вполне возможно, в этом месте можно будет построить какое-то другое здание, например, культурно-досугой центр. У нас на сегодняшний день такого нет. Ну, понятно. Хорошо. Ну, теперь давайте поговорим об избирателях. Напомним, как они могут с вами связаться, где вы ведете прием после Нового года, когда все отгуляют. Кто-то же должен прийти или написать? Прием. Значит, первое. Телефоны наших депутатов, которые... Работают с сайтом депутатов. Работают с сайтом депутатов по нашему городскому округу, по нашему, так скажем, седьмому округу. Они все в открытом доступе. Значит, первое. Если какие-то вопросы необходимо решить оперативно, значит, любой депутат на связи, можно с ним связаться. При необходимости депутат может приехать и пообщаться. Но у нас есть еще приемная. Значит, оно в бывшем здании жильщик коммунального хозяйства расположено сейчас. Значит, мы там принимаем по очереди. У нас там четыре депутата. И у всех расписано, раз в месяц, по понедельникам, каждый депутат принимает. Хорошо. Комсомольские пять. Да, хорошо. А с чем приходили в 2023? Какие главные были проблемы? Персональные, скажем так. Главные проблемы на сегодняшний день вот такие вот... Это, конечно, помощь чаще всего материальная. Чаще всего. Потому что люди достаточно в тяжелых условиях, особенно одинокие, живут. Либо, так скажем, детки, у которых там неполная семья, или там дети-инвалиды. Ну да, по-разному говорят. То есть, да, еще вот как бы немножко обострилась ситуация в последнее время, не знаю, с чем это связано, с наличием или отсутствием препаратов медицинских, онкологических. Я думаю, наше министерство здравоохранения Московской области отреагирует на это дело и оперативно проведет необходимые закупки и конкурсы, которые требуются для этого дела. Для того, чтобы не прерывать нашим жителям. Да, да, да. Хорошо. Ну и прием приходят уже знакомые люди или появляют по возрастному, скажем так, цензу. Молодежь приходит, к вам обращается? Вы знаете, молодежь чаще всего обращается, учитывая, что я живу там, на улицах чаще всего. На прием чаще всего приходят люди более пожилого возраста. Молодежь в интернете? Молодежь в интернете. То есть они пишут, значит, в свои, вернее, у нас есть, так скажем, октябрьский такой как бы сайт. Все депутаты туда подписаны, они видят проблемы и каким-то образом... Вы даже говорите, мне нужно просто видеть. Иногда, да, потому что когда люди, ну, например, вот на сегодняшний день, значит, выпал снег, да, выпал снег, а у нас есть, значит, такая как бы, так сказать, левая дорога между Октябрьским и Мирным. Она официальная, но... Но левая. Но она не то, что левая, она такая, не сильно, так скажем, отражена на всяких схемах, но она требует... Дороги такие пьяными называют. Ну, даже не то, что пьяная, она не пьяная, она просто... Вот она требует почистки, потому что из Октябрьского вот до Мирного доехать по этой дороге там 3 минуты. А если ехать по шоссе, то скорая помощь будет ехать полчаса, а может и больше, потому что она на круге. То есть вот такие моменты, и вот на сегодняшний день, допустим, оперативно требует себя почистить. А где заказывается такая чистка дороги? Ну, у нас есть ответственные же, то есть у нас есть руководитель подразделения... А она же федеральная дорога? Нет, она не федеральная, она местная. То есть мы обычно звоним начальнику территориального управления, а он там по своим каналам определяет, кто в качестве подрядчика это дело сделает. Либо те, кто там на сегодняшний день чистит территорию, либо попросит, так скажем, какую-нибудь управляющую компанию, имеющую технику, почистить ее. Вот мы на сегодняшний день, вот это такой момент, и я так понимаю, он обострится после вот этого как бы... Праздничества. Да, 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 да. Хорошо. Ну, а как сегодня вообще вот с чисткой снега, с персоналом, который, я же прекрасно понимаю, что... Ну, это скорее, наверное, вопрос администрации, но тем не менее, люди же, наверное, обращаются. Обращений, безусловно, много, особенно вблизи, значит, квартирных домов, где и так-то для парковок места нет. Значит, а тут еще, как бы, когда трактор чистят, учитывая, что машины не убирают, обычно отвал такой образуется, и люди, которые пытаются утром куда-то уехать, они не могут этого сделать. А между машинами уже куча. А между машинами куча, но, к сожалению, я как бы вот просил бы и жителей активно участвовать в этом процессе, ну, вот в наши годы, как я уже говорил, ну, никто, так скажем, не отлынивал от этого дела, и лопаткой своей подчищал, значит, место, то есть мы выходим... А может быть, надо как-то так, знаете, как поставить где-то эти лопаты, просто когда человек видит, что он не может пройти, вот он видит лопату, он может чистить автоматически, да? Какой-то уголок сделает. Нет, вариант неплохой, управляющая компания должна какие-то зоны определить, там, либо ответственный кто-то должен быть утром, там, раздал их, они почистили и сдали, и все, и всем хорошо. И машины, так сказать, могут выехать, и трактор проехать, убрать вот то, что начистили. Потому что все-таки нехватка кадров, ну, скажем, это же как... Не, ну, в данной ситуации, учитывая, что все-таки техника чистит, если бы, ну, грамотно жители относились к процессу, то есть необходимо убрать машины для того, чтобы почистили. Трактор проехал, все убрал, и не надо лишних рук, да? Они машину поставили потом. Так не бывает, все равно... К сожалению, не бывает, потому что одни на работе, другие там в больнице, третьи в отъезде, и всегда есть, ну, что-то, что не позволяет почистить целиком. Какую задачу вы перед собой поставили, может быть, даже фантастические планы? Или вы на земле? Нет, учитывая, что я реалист, я, так скажем, план, мои реалистические, конечно, бы хотелось все-таки в ближайшее время достроить поликлинику, то есть положить этот, что в очень важный объект, и школу. Если нам с депутатским корпусом удастся довести, ну, сейчас с администрацией и с правительством Московской области эти проекты, то не зря мы, значит, работаем. Ну да, то есть это показатели, куда уже... Это как бы вещь, которая необходима для людей и будет востребована на долгие годы. Ну и теперь у вас есть прекрасная возможность вот в нашу камеру посмотреть и поздравить всех с наступившим Новым годом и с наступающим Рождеством. Уважаемые жители Люберецкого городского округа и, конечно, жители поселка Октябрьский, Мезе, Малаховке, значит, моих избирателей, хотел бы всех поздравить с наступившим годом, пожелать им, прежде всего, крепкого здоровья, конечно, мира в это нелегкое время, надежд, хорошего настроения, ну и всего-всего самого доброго. Юрий Владимирович Байдуков, депутат Сайта депутатов городского округа Люберцы. И мы вас поздравляем, и мы вам желаем. Ну, а это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин